МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По словам Татьяны Васильевны, их дом на спецсчёте. Но квитанции из общего котла прилетают на Завинягина-3 с завидным постоянством. И добросовестных плательщиков это обстоятельство всерьёз напрягает. Проблем пока нету, просто там постоянно увеличивается долг. Платим добросовестно. У меня муж инвалид, и могут нас лишить льготы, потому что мы оплачиваем не в то место. Как долго будет продолжаться эта нервотрёпка, представитель общего котла не поясняет. Нет ответа и на вопрос, в то ли место собственники оплачивают будущий капремонт. Такое возможно, когда управляющая организация либо ОТСЖ не подали данных в жилищную инспекцию именно Челябинской области, либо к нам в региональный оператор. Документы могли затеряться, либо просто не повестили. Нужно повторно обратиться в государственную жилищную инспекцию, спросить, числится дом на спецсчёте или нет. Здесь у меня и кварплата, здесь, значит, газ, здесь, значит, свет. На оплату благ цивилизации Нина Борисовна от своей 10-тысячной пенсии каждый месяц отрывает довольно жирный кусок. И тем не менее, пенсионерка заявляет, её бухгалтерия вот уже год выглядит неполной. Не хватает одной квитанции, которая меня очень волнует, потому что, ну, в конце концов, я думаю, что мы останемся должниками, и причём крупными, то за год, простите, это 3 тысячи, а с пенсии – это много. Опасается Нина Борисовна долгов по оплате ненавистных многим взносов на капитальный ремонт. Ни в 2015-м, ни в 2016-м годах ни одна квитанция в её почтовый ящик не упала. Я человек такой, я привыкла, что надо платить. И когда я поняла, что, ну, действительно, уже с 1 января начинается там пение расти, вот, и думаю, ну, это дело не шуточное, наверное. Переживает Нина Борисовна не зря. Обращать внимание на то, что люди накопили долг по капремонту не по своей вине, никто не собирается. Сейчас идёт работа с этим. Ждём списков. Сами уже в Росреестре искали. Дома по квартирной отправляли в Челябинск. Уже идёт добавление в базу данных. Долг будет начисляться с марта месяца 2015-го года, но пение начислять не будет в течение месяца. Будет дан срок, чтобы погасить всю сумму. Нина Борисовна говорит, что народ, конечно, повозмущается, но долг погасит. Однако люди хотят быть уверенными, что будущий капитальный ремонт выполнят качественнее нынешнего текущего. Провода все вот так вот висят, светильников, значит, нету. Надо ещё окна, конечно, чтобы вставили. Обещают стёкла нам, значит, стёкла. Обещают там у нас ящики внизу и обещали вот это всё убрать. Если нам будут приходить эти квитанции, чтобы мы видели, что это всё не зря. Субтитры делал DimaTorzok